И сейчас я нахожусь в самой старой трамвайной системе в Лиссабоне, которая начала работать еще с начала 19-20 лет. И эти трамвайы, вот эти одно и другие терапевтические системы, они вообще совершенно близкие. То есть, еще они могут пошли на 10-20 лет, а мы начинаем идти прямо до площади, по-моему, в Монте-Малине. И это, конечно, из-за того, когда я самая начальность. У нас почти едут хорошие, очень здоровые. Но сегодня воскресенье. Так, мы отправляемся к станции. У нас есть композиция, композиция, аттракцион. Можете увидеть, здесь стоит вывеска, осторожно, мошенники, которые могут залезть в ваш карман. А вот мы, начали наши поездки. Будем мы ехать до самой конечной станции. Это такой самый, наверное, недорогостоящий аттракцион. Потому что, да, во-первых, на старом трамвайчике по историческому центру Лиссабона. Будем ехать. Конечная станция должна быть известной, известный город мертвых. Это будет кладбище. Кстати, проезд, трамвай. Я не взяла карточку, да, то есть я просто заплатила на входе. И вот на сегодняшний день, это конец февраля 2013 год, стоит 2 евро 85. В один конец. Очень многие рекомендуют брать карточку на весь день. Это где-то 6 евро. Я не проверяла стоимость, правильная цена или нет. Но эта карточка позволяет заходить и выходить на протяжении всего дня в течение 4-4 часов. Но нам эта карточка не нужна. То есть я не буду ни выходить, ни заходить. Я буду просто ехать по Лиссабону и осмотреть достопримечательности. Итак, это была первая остановка от площади Мартин Манис. Манис. Рецепт. Рецепт. Сегодня воскресенье, мы выбрали такой день, как раз почти все магазины закрыты, частные магазинчики закрыты, и мы так понадеялись, что будет не очень много туристов. По-моему, мы это удачно решили там, выходной день, воскресенье. Очень свободнее мы гости, но пока трамвай не забит. Ждали мы на остановке, ну прям минут, наверное, пять. Очень удобно, с площадью. Приезжаем в домики. Это у нас третья остановочка. Надежда. 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 Продолжение следует... 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 Вот мы подъехали в цирк. В этом районе как раз, кстати, базар находится, который работает по вторникам и субботам. Сегодня мы едем уже по району Алфана. Посмотрите, как близко, очень близко к домам. Какие здесь узенькие улочки, что трамвай еле проходит. Если бы было окошко открыто, можно было просто дотронуться. Но сейчас зима, окошки все закрыты. А так вообще можно было подотронуться прямо до стен. Видите, как близко стены? Очень близко. Ты выходишь из своего дома и у тебя трамвай. Бац! Так что я думаю, наверное, здесь в пьяном виде точно нельзя выходить из дома. Известно. Да, под какие трамвайные рельсы можно попасть под трамвай. Да, видите, как близко. Очень, супер близко вообще. Где еще можно так близко проехать к домам, я не знаю. Конечно, это круто. Это здорово. Так близко. Я, конечно, не знаю. Мы уже до крепости уже, по-моему, проехали. А может и нет, не знаю. Куда-то мы опять поднимаемся. Поднимаемся, поднимаемся. А, я так думаю, это вот тут вот смотровая площадка. Поднялись к смотровой площадке. Да. Видно, какой вид. Красиво. То есть можно вот на трамвайчике, можно сюда добраться и сойти вот эта остановка. Это я уже не знаю, какая по счету остановится. Но это одна из обзорочных площадок, в которых можно делать красивый вид. Красивые фотографии. Видно, да? Река. Ты жив? Сергей. Там также церковь эта принизится, он сейчас проехал. Там, кстати, поднимется еще одна церковь. С названием у меня плохо, не могу вспомнить название-то церковь. За этой церковью находится базар. Уезжаю. Мы здесь не будем выходить сегодня. Едем дальше. Продолжаем наш партал Памы. Стеним. Это вот такая площадка. Люди отдыхают. Кофе наслаждается видом красивым. На стенах можно очень часто увидеть мозаику. Вот здесь, что у нас как раз отверстия. Дальше едем. Уже спуск. Кстати, от той площадки, я так поняла, по-моему, там был указатель как раз на замок. По-моему, как раз от той площадки, наверное, выход не знаю точный. Лучше все-таки узнать у водителя, кондуктора трамвая. И он скажет, это была остановка или нет. А мы продолжаем покорять улочки Алфамы. Что-то мы встали. Непонятно что. Это не остановка. Кто-то нам, наверное, дорогу преградил. Да, вот такое бывает. Мы встанем посередине дороги и все. Мы приезжаем. О, ну это мы приезжаем. Это с другой стороны. Это церковь. Это собор. Это кафедраль. Это кафедраль. Это кафедраль. Собор. Собона, да, самый старый собор. Который больше похож также на крепость. А вот это, кстати, вот это вот место, самое любимое место фотографов, я заметила. Они там стоят и ждут, когда же проедет трамвайчик. И у них поэтому получаются такие красивые фотографии собора с трамвайчиком напротив. Вот такая красота получается. Это была вот остановка у собора. Что-то как бы понятно, да мимо не проедешь, уже точно знаешь, что это. Значит, наверное, все-таки там наверху была для крепости остановка. Дальше приезжаем. Так, это что у нас? Это... Не скажу, что это такое. Не знаю. Какая-то цирка. Вообще, это Лархо до Мадалина. Ну, мы уже Алфа, мы проехали. То есть понятно, да, то есть видно, уже улицы пошли ровные, прямые. Это у нас Байша. У нас район Байша. Так, в этом районе такие улицы ровные. Как мы знаем, после 1655 года, да, после землетрясения, этот район построили. Очень так симметричные улицы параллельные. Мы словили красный свет и другой трамвай проехал. Ну, надо было светофор в более красивых местах сделать, чтобы снимать. Такие фонарики практически везде изядут. Всему Лиссабон. Нет, все еще красный свет горит. Красный свет в ходу нет. Посмотрим, что у нас. Ура, зеленый. Поехали. Так, это у нас улица Руа Добрата. Можете посмотреть одна из улиц, да? Руа Добрата. Здесь что у нас в этом районе Байша, да, в основном магазинчики. Видим сувениры, магазины с сувенирами. Кафешки. Там будут дальше. Руа Агуста, конечно же, да, в этом районе. Вот она, наша Руа Агуста. Мы ее проехали. Это со стороны Арки, да? Дальше. Ну что ж, это улица Руа Добрата. И Сияо. Надеюсь, я произношу это правильно. Скорее всего, нет. Так вот, мы поднимаемся вверх. Я думаю, в это уже мы поднимаемся в район Шиаду. Байро Алта. Да, Байро Алта, Шиаду. То есть, район Байша, он весь внизу называется, он нижний город. А уже Шиаду и район Байро Алта называются верхний город. Вот как тяжело покоряет повороты Бунта Фрегуэтия. Что это было? Улица. Название улицы ничего не могу сказать. Ну, опять нам едет навстречу трамвайчик. Раз и восьмой. Ну что ж, вот у нас есть показатель. Наши бог показывает, да, Шиаду, Байро Алта... И раз вверх Bobby Rouse. И вот, так же... Ну что... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...